Дни Высокой Музыки Зрители смогли познакомиться с шедеврами классической музыки. Ровно через год путешествие по музыкальным страницам истории продолжилось. Открылся фестиваль 4 сентября с выступления солистов Московского театра Опереты. В программе опера и оперета «Золотые страницы» выступили баритон, лауреат международных конкурсов Леонид Бахталин, сопрано, заслуженная артистка России Светлана Креницкая. Ведущим вечера был лирический баритон, участник и лауреат мировых конкурсов Александр Водопьянов. Зрители не только услышали арии из опер и романсы, но и узнали о создателях бессмертных произведений. Александр Водопьянов также рассказал и о истории своей семьи, которая, оказывается, связана с Нарьенмаром. И вот в марте 1936 года, это уже через два года после Челюскинской эпопеи, лётчики Водопьянов, то есть мой дед по отцовской линии Мохоткин, на двух лёгких самолётах провели разведку авиатрассы от Москвы до Выборта. В момент точку перелёта, и вот одной из таких точек, стал ваш город Нарьенмар. В Нарьенмаре арктический лётчик провёл 13 дней. Внук пилота намного меньше, но также сумел поразить население заполярной столицы. Внук пилота Во второй день фестиваля маститые профессионалы уступили сцену начинающим музыкантам. Для жителей и гостей заполярной столицы выступили ученики Уральского музыкального колледжа. Специальных музыкальных школ для одарённых детей, а это правильный статус нашего учебного заведения, в России всего 8. Мы единственные на Урале. Но секрет простой. Дмитрий Палчкоган является председателем попечительского совета нашего учебного заведения. Мы стараемся его не подводить, мы стараемся держать очень высокую планку. Несмотря на столь юный возраст, участники трио из Екатеринбурга уже имеют награды всероссийских и международных конкурсов. Но самая большая, по их словам, это возможность учиться в колледже для одарённых детей. Гастролировать приходится иногда очень много по разным конкурсам и концертам в разные города и области. Но бывают, конечно, и передышки небольшие, это нужно. По словам Глеба, время отдыха используется для учёбы и совершенствования мастерства игры на инструменте. Но всегда во время передышек или даже гастролей есть время для отдыха и небольших открытий. В Наринмаре юные исполнители посетили туристический культурный центр, где познакомились с историей нашего региона, а также подружились с постояльцем оленей бяшей. Нас возили в лес, в тундру, никогда не видела раньше, что там очень красиво, живописно. Грибов нашли немного, ягод нашли много, там целая полянка. Но нам попалась какая-то не очень вкусная поляна. Отметили гости фестиваля и зрители. По словам участников, им устроили очень хороший приём и буквально искупали в овациях. Зрительскими аплодисментами и криками «Браво» был наполнен зал и в третий заключительный вечер. Художественный руководитель Дмитрий Коган вместе с камерным оркестром «Московская камерата» представил уникальный культурный проект «Пять великих скрипок». Я безумно счастлив год спустя оказаться здесь, в Арктике. Я очень скучал и безумно рад вас видеть. И я, и мы, и все остальные участники фестиваля, кто выступал здесь вчера, позавчера. С особой честью я сегодня хочу представить здесь пять великих скрипок, которые три дня назад специально прибыли в Россию из разных коллекций, лучших мировых коллекций, для того, чтобы сегодня я мог здесь их презентовать. Впервые в Наринмар были доставлены легендарные музыкальные инструменты всемирно известных мастеров. Амати, Страдивари, Гварнери, Гвадонини, Вильома. Зрители смогли оценить и сравнить звучание каждой. Первой стала скрипка, изготовленная еще в 1665 году Никола Амати. Его инструменты отличаются нежным звуком. А вот инструмент Джованни Батисты Гвадонини, по словам знаменитого российского скрипача, сделан из более тяжелых сортов древесины. За счет этого скрипка Гвадонини почти в два раза тяжелее Амати и имеет более громкий, насыщенный звук. За два часа концерта зрители смогли совершить путешествие во времени, почти на 350 лет. Увидеть скрипки, которым до сих пор нет равным. Несмотря на прошедшие столетия, раскрыть секрет великих мастеров смычковых инструментов так и не удалось. Историю скрипки многие, даже незнакомые с инструментом, связывают с именем Страдивари. За 93 года жизни Антонио Страдивари создал более 700 уникальных инструментов. До сих пор они ценятся коллекционерами и музыкантами всего мира. А стоимость этого шедевра колеблется от 8 до 14 миллионов долларов. В чем совершенство звука Страдивари? Никто не может ответить. Никто не может ответить. Потому что вроде бы эти скрипки, они не самые мощные. Вроде бы там они часто бывают не самые яркие. Они бывают не самые звонкие. Они бывают даже не самые глубокие. Но вот эта гармония, эта гармония личности, когда есть все. Вот как-то есть все в какой-то вот достаточной пропорции. Это ощущение счастья от этого звука, оно в этих инструментах совершенно потрясающе. Представлена в проекте и достаточно редкая скрипка Джозеппе Гварнери 1728 года. Всего в мире насчитывается только 49 подтвержденных работ мастера. На одной из них играл всемирно известный Никола Паганини. Когда его инструмент лишился голоса, скрипач пришел к Жанну Батисту Вильому. По легенде, Паганини отдал свою скрипку Вильому только на неделю. А по прошествии назначенного срока мастер предоставил музыканту две скрипки. Одна из которых была точной копией Гварнери. Кстати, Жанн Батист первоначально занимался имитацией инструментов Страдивари и Гварнери. Позднее он выработал свой стиль. Работа известного мастера-имитатора 1852 года также была представлена на фестивале. На этом фестиваль классической музыки не закончился. Все желающие смогли поближе рассмотреть пять великих скрипок. В фойе культурно-делового центра прошла выставка, а затем встреча маэстро с представителями прессы. Я очень счастлив, что могу здесь выступать. Я очень счастлив, что сюда пришел фестиваль благодаря полному пониманию, полной поддержке Викторовича. Я очень счастлив, что уникальный проект «Пять скрипок», сейчас идет выставка, что они сюда приехали. Уникальный проект, да и сам фестиваль стали возможны благодаря генеральному партнеру нефтяной компании «Лукойл». Администрации региона и лично инициатору фестиваля, губернатору округа Игорю Кошину. Три дня округ жил совершенно другой жизнью. И большое количество наших деток, жителей получили огромную счастье. И когда мы говорим действительно про качество жизни, я сейчас коснулся этого. Это не только дома, не только дороги, не только вода, еда. Это еще пища духовная. Мы сегодня развиваем наш опыт и все вместе стараемся проделать гармонично. Округа – замечательное будущее. О будущем фестивале «Дни высокой музыки» Дмитрий Коган и Игорь Кошин уже договорились. Ровно через год на главной сцене региона пройдет третий фестиваль. По словам художественного руководителя проекта, готовиться к будущей поездке в Наринмар артисты начнут уже после Нового года. Субтитры создавал DimaTorzok